здравствуйте дорогие подписчики канала ваш сад с вами опять я агроном компании ваш сад людмила я рада всех вас приветствовать хочу пожелать удачного и хорошего дня и сегодня наш разговор пойдет об очень интересном способе или методе ведения земледелия мы для того чтобы получить какие-нибудь хорошие урожаи все время стараемся применять на своих участках какие-нибудь химические препараты каждый раз мы уничтожаем так званых вредителей болезней с помощью химии эта часть препаратов попадает в сами растения потом в плоды мы и оказывается на наших столах при приготовлении пищи с каждым годом становится в общем-то привыкание насекомых вредителей к этой химии все больше и больше и приходит такой момент когда мы вот так вот разводим руками думаем а что делать дальше но не действует этот препарат на этого насекомого оказывается есть очень простой способ который очень нужно применять на наших участках и сейчас все больше и больше людей обращается к так званому органическому земледелию то есть это обработка своих дать своих участков с помощью биологических препаратов биопрепараты это те препараты в состав которых входят либо грибы либо бактерии вот мы их иногда еще называем умным словом эффективные микроорганизмы по своей природе они являются антагонистами что такое антагонисты это те живые организмы которые имеют свойство очень быстро размножаться и вытеснять со своей территории тех живых организмов которые не так приспособлены вот большинство патогенов то есть болезнетворных бактерий или грибков они как раз не очень приспособлены к такой вот пластичности и потому грибы и бактерии антагонисты очень быстро их вытесняет при этом заселяют площадь и площадь или территорию с собой и своими сородичами и получается что вместо вредных губительных для растений микроорганизмов и грибков в почве и на самих растениях живут те которые полезны и вот это вот как раз является биопрепараты они являются концентратами либо спор либо самих живых таких вот микроорганизмов самые эффективные это те биопрепараты которые желательно вносить в почву начиная с осени и потом уже дальше после зимовки ранней весной потом при обработке семян потом при выращивании рассады и в конце концов по вегетирующим растениям наши палочки выручалочки это биопрепараты которые вносятся в почву вот мы их еще по-другому называем нежным словом м очки самая-самая знаменит самый знаменитый биопрепарат м очка это байкал биопрепарат который действительно насколько оздоравливает грунт что растения которые живут в такой почве чувствуют себя совсем в других условиях они свободны и у них повышенный иммунитет о них более высокая значит способность размножаться давать семена оставлять после себя потомство то есть это сильные крепкие растения что делают вот такой такую почву хорошую делают как раз микроорганизмы которые здесь находятся кроме байкала к эм очкам относят еще препараты которые называются эмбика смотрите есть еще препарат который является не жидкий а грунт грунт в который уже внесены такие микроорганизмы достаточно смешать его с посадочным субстратом и у вас все у вас есть идеальная среда для выращивания растений как раз с такой вот своеобразной биозащитой есть даже специальный препарат который усиливает действие этих бактерий если говорить уже о обработке растений во время периода вегетации нужно понимать что значит болезнь растений мы должны понимать что такое болезнь растений растение как и любое живое существо подвергается атаке либо грибов болезнетворных которые вызывают отклонения в росте и развитии растений либо бактерий либо вирусов если смотреть с точки зрения статистики у нас больше всего конечно среди растений распространены именно грибковые заболевания это разные гнили потом фузариозные вертицелезные увядания и так далее название очень много но грибы паразиты вот они могут поселяться споры этих грибов поселяется на самом растении на листике на стволике потом гифами проникает например в их сам лист в жилку в сосуды и при этом вызывает разные заболевания для лечения таких грибных заболеваний опять же применяется большое количество биопрепаратов они могут быть и на основе либо вот таких вот грибов антагонистов либо на основе микроорганизмов смотрите если посмотреть на эту витрину для оздоровления почвы есть одни препараты для того чтобы допустим лечить растения от грибных заболеваний у нас есть совсем другие препараты да у нас есть препараты которые способствуют очень быстрому разложению органики вот и почва оздоравливается то есть она лишается каких-то там ненужных веществ которые находятся на ее поверхности и в самой почве самый знаменитый противогрибковый препарат это конечно триходермин называться он может по-разному но название триходермин это от названия гриба триходермы который является очень сильным антагонистов я держу в руках препарат который называется биологический фунгицид лекара состав его как раз входит гриб триходерма вот этот препарат является той палочкой вручалочкой которая поможет нашим огородникам нормально вырастить рассаду без всяких черных ножек без всяких корневых гнилей этот препарат можно применять и в сухом виде опудривая корневую систему и почву можно применять также в жидком виде для полива кроме того что он спасет от корневых гнилей он очистит почву от микроорганизмов вредных придаст способность растения больше усваивать азот фосфор калий кроме того он еще и улучшит корнеобразование если посмотреть есть специальные препараты которые идут конкретно для защиты рассады и семян для защиты растений от бактерий и от грибковых заболеваний на них прям так и написано если говорить например о препаратах которые мы применяем для защиты от вредителей это тот же вариант есть очень много разных биопрепаратов которые проникая в организм насекомого вызывают у него разные расстройства например если мы возьмем вот такой вот актерофит или например возьмем фитоверм это препарат который попадая в насекомое вредителя вызывает у него повреждение нервной системы и насекомое не может в принципе координировать никакие свои жизненные действия но естественно гибнет если мы например возьмем такой препарат который носит название бетоксибацелин это вообще уникальный препарат ухон например вы обрабатываете свою картошечку от каралатского жука до побрызгали вы этим бетоксибацелином а вот через несколько дней вы смотрите вас каралатский жук сидит на листиках но при этом он совершенно не может кушать оказывается этот препарат проникает тут находятся бактерии они проникают в кишечник и вызывают так званая расстройство желудка вот не может насекомое кушать и естественно через время с голода она погибает все его больше нет вот причем бетоксибацелин он уничтожает не только взрослые особи он уничтожает даже личинки вот таким элементарным простым способом для того чтобы эти биопрепараты хорошо работали и лучше держались на листиках есть специальные прилипатели которые тоже с приставочкой био идут аюмак липосам например они делают специальную пленочку на листик с помощью которой эти препараты держатся дольше не смывается водичкой или росой есть биопрепараты которые в виде гранулок их вносят специально в почву вот и там в почве растворяясь споры начинают прорастать и в принципе проникает в нематоду это одно из круглых червей вредителей которые могут нам уничтожать и корневую и проникать в стебель растений вызывать очень много заболеваний вот гриб который поселяется в почве с помощью вот таких вот биопрепаратов он уничтожает такие нематоды и наше растение живет в оздоровленной в оздоровленном чистом грунте или в субстрате смотрите смысл этих биопрепаратов да они не действуют так быстро как химия да если вы начинаете заниматься обработкой биопрепаратами это нужно делать постоянно не может быть одноразового эффекта но это безвредно для организма человека это безвредно для пчел это безвредно для рыб вот потому что есть биопрепараты которые добавляют даже в бассейны в прудике для того чтобы не было цветения воды вот это безвредно для окружающей среды данные биопрепараты не накапливаются в продуктах питания и не приводят ни к каким изменениям то есть это экологически чисто это то к чему мы сейчас стремимся я хочу чтобы вы ну на своих все-таки участках больше занимались и больше использовали биопрепараты это очень хорошо в первую очередь для нас с вами для нашего здоровья приходите к нам пожалуйста мы ответим на любые интересующие вас вопросы и дадим консультацию будем рады видеть вас подписывайтесь на наш канал и задавайте нам пожалуйста вопросы с удовольствием будем на них отвечать